В прямом эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. В сентябре в России изменится порядок заключения электронного договора ОСАГО. Новации утвердил Центробанк. Процесс оформления полиса станет проще, а сервис электронных продаж удобнее для автовладельцев. Кроме того, новации направлены на борьбу с злоупотреблениями и мошенничеством. Теперь договор будет вступать в действие только через три дня после заключения. Это направлено против фактов оформления полиса уже после ДТП, пояснили в Национальном банке Башкортостана. Кроме того, на один номер телефона можно будет получить не больше одного ключа от электронного личного кабинета на сайте страховщика. Это помешает мошенникам перепродавать закрепленные на свой номер ключи от личных кабинетов. Также из нововведений. Теперь разрешено использовать только латиницу при формировании электронного ключа от личного кабинета. Это упростит использование таких символов, которые в русском и в английском языке читаются одинаково. И также уточнены требования к сканированным документам, которые пользователь размещает в личном кабинете на сайте страховщика. По данным Российского союза автостраховщиков, в Башкортостане в первом полугодии электронных полисов ОСАГО заключено почти в четыре раза больше, чем за тот же период 2017-го. Доля электронных договоров достигает 25%. Число обращений граждан по вопросам ОСАГО в республике напротив сокращается. Снижение во втором квартале по сравнению с первым почти на 60%. Агрария Башкортостана оценивает ущерб от засухи более чем в 450 миллионов рублей. Общая площадь гибели урожая превышает 85 тысяч гектаров. Однако это пока лишь предварительные данные. Чрезвычайная ситуация объявлена в 15 районах. В ближайшее время к ним могут добавить еще три. Ущерб планируют частично компенсировать из федерального и республиканского бюджетов, а также страховых компаний. Надо сказать, что площади земель сельхозназначения, которые были застрахованы, именно урожай застрахован, площади увеличились в этом году. Это тоже отрадно. Те сельхозтаропроизводители, которые заключили контракты на поставку, вот у них тяжелая ситуация. То есть надо исполнять контракт, найти где-то это зерно и, так скажем, реализовать. Уже полученные средства надо как-то оправдать. Этим летом ситуация с засухой непростая практически по всему миру, говорят эксперты. Однако жителям Башкортостана не стоит беспокоиться о дефиците сельхозпродукции. За счет природного разнообразия республике удается получать достаточный урожай, чтобы обеспечить жителей хлебобулочными изделиями, а животноводство – фуражом. В это время в республике планируют восстановить экспорт зерна по воде. Такую возможность способен предоставить Илишевский элеватор. Только это предприятие имеет собственный причал и сопутствующее оборудование. Зерно с Илишевского элеватора будет переправляться для экспорта в порты Новороссийска и Астрахани. В настоящее время решается вопрос о покупке новых судов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра регионального кабмина, министр сельского хозяйства республики Эльшат Фазрахманов. Преимущество водного транспорта в его дешевизне, говорят специалисты, перевозки по воде стоят значительно ниже, чем другими видами транспорта. На сегодняшний день водный вид транспорта, транспортировки зерна – это один из самых выгодных, потому как, допустим, на железнодорожном транспорте транспортировать зерно получается 3000 рублей за тонну, а речным транспортом от 1500 до 2000. Это получается 50 и более процентов экономии. На данный момент по реке Белой через Илишевский элеватор перевезли более 25 тысяч тонн зерна. В планах увеличить объем в три раза до 75 тысяч тонн в навигацию, которая длится с апреля по октябрь. На данный момент длина и глубина причального фонда позволяет принимать суда грузоподъемностью до 2000 тонн. Доходы бюджета Башкортостана за 7 месяцев составили без малого 135 миллиардов рублей, почти на четверть больше аналогичного периода 2017 года. Налоговые и неналоговые поступления при этом увеличились на 28% и превысили 114,5 миллиардов. Об этом сообщили в региональном Минфине. 40% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов составил налог на прибыли организации без малого 46,5 миллиардов рублей. Рост к прошлому году более чем в полтора раза. Четверть поступлений обеспечил налог на доходы физических лиц 29,5 миллиардов на 12 с лишним процентов выше аналогичного показателя 2017. В числе основных источников дохода также налоги на имущество более 12,5 миллиардов, акцизы свыше 11 и налоги на совокупный доход 5,5. Расходы бюджета превысили 108 миллиардов рублей, рост на 9,5 процентов. Большая часть затрат почти 80 процентов по традиции приходится на социальные нужды. На этом у меня пока все. Далее смотрите программу «Взгляд». Обсуждаем дорогое мясо. Продолжение следует.